Международный олимпийский комитет официально добавил брейк-данс в медальный зачет на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В Старомосколе юных хип-хоперов, способных представить Россию на стартах такого уровня, сейчас нет. Но есть энтузиасты, мечтающие их вырастить. Антон Арсланов начал танцевать брейк в девятом классе в 97 году. Учился у знакомых мальчишек, после пошел в секцию. Его заворожил и сам танец, и культура хип-хоп-движения. Мацаны ходили во дворе, и такие они были прикольно одеты, какие-то не как все. Какие-то трубы там широкие, кепки. Очень быстро перерос там, тех, с кем пошел. Ну, в общем, вот так и получилось. Так я и остался до сих пор. Мне уже 38 лет, и даже не собираюсь заканчивать. Пока у меня будут силы, я буду в этом сом. Антон танцевал в оскольских коллективах. После они один за другим распадались. Ребята росли, появлялись другие интересы. Какое-то время был вынужден ездить тренироваться в Губкин. И всегда горел идеей создания собственной школы брейкинга. Новость о том, что МОК признал брейк-данс олимпийским видом спорта, только подстегнула. Раньше этого всего не было. И родители вели детей на тренировки, где можно было заработать медаль, какой-то разряд и всё остальное. У нас этого всего не было. Это не спонсировалось. Это было всё чисто на родителях. Теперь, уверен Антон, брейк-данс ждёт второе рождение. Уже сейчас увеличилось количество ребят, идущих в этот танцевальный вид спорта. И у каждого своя причина быть в танце. О высоких достижениях малыши пока ещё не думают. Можно всякие танцы, там заполучить ум. Можно зарабатывать деньги, можно в баттернах участвовать. Мне говорят, у меня очень много энергии. Мне нравится брейк-данс, потому что это для меня подходит. В 19-е годы Староскол был фактически брейк-столицей Черноземья, вспоминает Игорь Дробот, представитель брейк-данса Белгородской области в Федерации танцевального спорта. Он уверен, в округе есть настоящие самородки, которых нужно просто отыскать. Староскол был очень сильным городом. И мы равнялись. Ну, конкретно я, да, я вот приезжал в Староскол, жил неделями, тренировался с Антоном и хотел повысить свой уровень. На сегодняшний день не очень много вижу людей из Старого Оскола представителей. Но хотелось бы, конечно, видеть больше. Мария Шелепова, Анастасия Коникова, Алексей Грачёв, Илья Самсонов, 9 канал.